Рэпер Стим очень жёстко прошёлся по первому классу и Оксимирону и готов дать им лещей. Все подробности сегодня в ролике. Ресторатор заявил, что возможно возвращение Версуса, но есть один главный нюанс. А также множество интересных новинок. Кстати, пятничные новинки специально не слушал. Их будем сегодня оценивать на стриме в 18.00. Там Скриптонит, Плейнзе Энджел и многие другие, поэтому не пропустите. А с вами Антон Акулич и вы смотрите проект Рэп Ньюз, подборку самых интересных рэп новостей последних дней. Приятного вам просмотра. Прошла неделя после выхода трека Оксимирона и первого класса. На ютюбе их работа собрала более миллиона прослушиваний. Про ВК Мирон вообще, наверное, забыл, ведь последний пост там был, это анонс трека Лига опасного интернета. Клип же про первого класса набрал более 4 миллионов просмотров за две недели. К чему всё это? Основной оппонент Окси Моргенштерн за две недели набрал на своём шансонно-рэперском клипе 11 миллионов просмотров, что вдвое больше, чем две работы Яныча вместе взятые. Но почему Морген об этом молчит? Почему не цепляет своего соперника по рэпу как раньше? Как я и говорил, скорее всего, он просто боится. Чего не скажешь внезапно про рэпера Стима? Да, про которого я не рассказывал уже вам более года. Он вдруг решил пройтись по первому классу после его камбэка. Стим в своём инстаграме ответил на вопросы подписчиков, где рассказал, что дал бы люлей первому. При этом он об этом написал несколько раз, включая про вопрос про поединок в ММА. И добавил, выскочил бы и с ним, и с Мироном. Про то, будет ли Дисна первого, он также сказал, что тот никому не сдался. Напоследок Никита добавил и сторис. Чем вызван такой резкий хейт от Стима в сторону первого класса и частично в сторону Окси Мирона? Непонятно. Конечно же, многие ждали реакции и от других рэперов на клип. Но, к сожалению, треку Окси Мирона и первого обсуждали только стримеры. А рэперы как-то прошли мимо. Кстати, родной брат первого класса также выдал свою реакцию специально для канала Hypology. Ресторатор, чью реакцию ждали больше других, коротко высказался у себя в ТГ. При этом он недавно давал интервью, в котором рассказал, что нужно для того, чтобы Версу смог снова вернуться. Мол, рекламодателей хватает, новых имен в рэпе также много, у которых есть свои конфликты. И их можно решить на батле. Но есть у всего этого одна проблема. Нужен яркий старт. А для этого необходимо позвать две ярких личности. Как вы могли догадаться, для этого нужен батл Окси Мирона и Моргенштерна. Но, как сказал ресторатор, Морген в кавычках очень глупый. Спонсоров найти изи вообще. Снимать не в России изи. Рекламодатели сейчас, да, люди пытаются деньги выкидывать. Да, сейчас на меня даже на Твиче выходят уже бешеные деньги. Предлагают за... Вообще легко сделать. Некому батлить. Но я общаюсь с пошлой Молли, он такой, а я бы выскочил с кем-нибудь. Молодой Платон говорит, я тоже вот этого бы вызвал. Я не помню, с кем у них там конфликты. Потом мы общаемся с Димой Гордеем, автоблогер. Он, а я бы Давидовича вызвал. Потом еще что-то, еще что-то. И тут, если условно Сергей Орлов, да, но нам надо собрать пак. Просто это могло бы поймать движение, если бы Лешер Моргенштерн не был долгим. Мы могли бы сдвинуть хуйню с места. Теоретически. Но, блядь, он все испортил. Было бы прикольно. Что интересно, Рестор буквально за несколько дней до интервью, или после, непонятно, когда его снимали, сказал совсем другое про Версус. Саня, хочется от тебя еще сильных проектов, а не только стримов. Пока молот и горяч. Мне тоже хочется. Предложит ли мне кто-то такой проект в России? Нет. Потому что я персонал нон-грата, можно сказать, да? Меня вырезают из сериалов и прочего. То есть какие-то крупные федеральные штуки отметаются. Дальше. Где в России выходит весь контент, за который дают бабки? На ВК. ВК забыли. Отменили. Дальше. Я должен сам сделать проект. Со мной не будут работать крупные спонсоры. Соответственно, я могу взять кого? Букмекера в казино. От этого мы отказались. Отмена. Еще одно. Я нахожусь в Армении. Проект для Армении делать? Если посмотрит вся Армения, это 3 миллиона просмотров. Это не серьезно. Как думаете, все же состоится когда-нибудь поединок Окси и Моргена? Напишите в комментариях. Помню, что когда-то баттл с Дизастером и Гнойным также казались чем-то нереальным. А пока мы ждем этот поединок, хотелось бы вам посоветовать спонсора нашего выпуска. Это федеральный агрегатор доставки зарубежных брендов под названием InPoisonRoss. На нем можно заказывать брендовые вещи, выгоднее, чем на маркетплейсах РФ, что можно очень легко проверить и сравнить. Цена может быть дешевле на 30-50%, а доставка делается по всей территории России. В Телеграм-канале агрегатора уже более 60 тысяч человек, в котором каждый день публикуются положительные отзывы. Прием заказов круглосуточно ведется через бот в Телеграме. А по промокоду RAPNEWS500 ребята из InPoisonRoss дают скидку в 500 рублей на первый заказ. Подписчики из Москвы могут посетить магазин лично по адресу сельскохозяйственная 35 метро Ботанический сад. Переходите по ссылкам в описании и пользуйтесь удобным агрегатором InPoisonRoss. Помните, как я говорил, что хорошей музыки в выпусках будет больше? А помните, как на стримах я хвалил Улук Манапа из Киргизстана, который фитовал недавно со скрипом? Так вот, Улук Манапа выдал целый рэп-альбом. Советую послушать очень хорошее, пропитанное свежестью и стилем музыка. Цыганикс, хип-хоп-артист родом из Латвии, города Рига, начал свою карьеру в 2018 году релизом одноименного сингла «Мы с тобой не похожи». В сентябре 2023 года Цыганикс выпустил EP под названием «Мячики и шарики», где исполняет треки на русском, а также на английском языках. Цыганикс является одним из первых артистов, адаптирующих стиль Детройт-хип-хопа в страны СНГ. Трек мы разбирали на стриме. Как вам? Напоминаю, по четвергам в 18.00 мы бесплатно слушаем на стриме ваши треки, а по пятницам в это же время слушаем новинки с подписчиками и выставляем им оценки. Не пропускайте эти ламповые вечера. И еще отбираем на стримах крутых ребят, которых не стыдно послушать и зарекомендовать. Красноярский рэпер Яддэй и Аззи выпустили крутой трек под названием «Делем». Мы с чатом уже оценили его довольно высоко. Советуем и вам послушать и оценить. А как вы относитесь к женскому рэпу? Понимаю, что на любителя, но стоит оценить новый трек и клип от Maybe Baby. Выглядит она, конечно, анимешницей из группы Френдзона, где был Галат, а сейчас выдает панч и не хуже времен баттл рэпа. Как вам панч про YNW Мелли? И раз уж сегодня речь идет про баттлы, то стоит рассказать про новый баттл на Кубке МЦ, где свой титул чемпиона защищала Балбиск против Горизонта. Очень интересно, как человек, зарабатывающий хорошие деньги на стримах и за стрижку в миллион рублей, может находить в себе силы хорошо готовиться. То есть, еще раз, он приходит не за деньгами, а за победами и баттлами. Это он доказал своим выступлением против Горизонта. Помимо баттла в одну калитку, после которого Горизонт даже не стал зачитывать третий раунд, потому что и так было все понятно, был еще также интересный вызов в сторону Скали Милана от Абалбиска за его строчки про Оксимирона. Тебе насрали в ебало, тебя опустил уже каждый, а ты делаешь вид, что все нормально, Скали Милана! Вы бы с ним сдружились, два опущенных уебана! Милана, ты назвала Оксимирона хуесосом? Я тебе за него вырву гланды! Выходи сюда, сука, я заплачу тебе любые бабки! Что же по сегодняшним новинкам? Сегодня в 18.00 на этом канале и на Твиче будем слушать самые интересные. Например, Скриптонита, Макана, Плейнзе Энджел, Элджея и многих других. Жмите на уведомления, подписывайтесь и заходите оценить вместе. А на этом сегодня все, с вами был проект Рэп Ньюз и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok